Участника незаконных вооруженных формирований взяли под стражу. Ужесточение борьбы с поддельным ковид-сертификатами. День усыновления в Украине. Это новости. Добрый вечер. Турция может помочь Украине в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией украинских граждан. Турецкий президент Раджептейб Эрдоган заверил президента Украины Владимира Зеленского, что поднимет эту тему во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. О результатах переговоров пообещал рассказать министр иностранных дел Турции Мевлю Чавушаглу уже в начале октября во время визита в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ну а я напомню, украинский президент Владимир Зеленский во время визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке провел встречу с турецким коллегой Раджепом Таипом Эрдоганом. На ней передал список незаконно удерживаемых Россией лиц из 450 фамилий и попросил замолвить за них слово во время визита к Владимиру Путину. Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдогана в Нью-Йорке. У них была положительная встреча тет-а-тет. Мы сверили часы по вопросам двусторонней повестки дня и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поставить во время встречи с президентом Путиным. В частности, президент Зеленский передал президенту Эрдогану список фамилии 450 украинских заключенных. Два месяца под стражей проведет участник незаконных вооруженных формирований, который накануне добровольно сдался украинским защитникам. Такое решение принял Северодонецкий городской суд Луганской области. Напомним, на позицию украинских военнослужащих на линии соприкосновения пришел 23-летний участник незаконных вооруженных формирований. Он служил в оккупированной Кадиевке на должности механика-водителя. Пришел туда еще в 2016 году. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Говорит, что сбежать его заставили издевательство со стороны участников незаконных вооруженных формирований. Спросили, кто он. Он сказал, что с той стороны. Мы его обезоружили, связали руки, завязали глаза, доложили командиру. Потом пришел через некоторое время командир и его забрали. По данным следствия, подозреваемый принимал активное участие с 2016 года до сейчас в 6-м отдельном мотострелковом казачьем полку имени Платова. Нес службу на боевых позициях вдоль линии соприкосновения также наблюдал за перемещениями военнослужащих вооруженных сил Украины с целью проведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения. Около тысячи семей внутренне перемещенных лиц в год Украина может обеспечить жильем, но этого недостаточно для того, чтобы быстро закрыть потребности всех. Об этом шла речь на международном форуме «Внутреннее перемещение в Украине. Современные вызовы и перспективные решения». С какими проблемами до сих пор сталкиваются люди и как наши международные партнеры помогают нам разработать стратегии их решения, расскажет Юлия Крючкова. 80 тысяч внутренне перемещенных лиц в Украине до сих пор не имеют своего жилья и нуждаются в помощи. Сейчас государство через разные жилищные программы может решить квартирный вопрос для одной тысячи семей в год, но список возможностей расширяется. К примеру, в этом году запустили программу льготного ипотечного кредитования под 3% годовых. Первая акция прошла, первые люди уже получили возможность воспользоваться этой программой и сейчас ждет документальное оформление. И следующий этап мы будем, то есть пока не выберем всю сумму денег, которая это, если я не ошибаюсь, порядка 25 миллионов евро по межправительственному соглашению фондом КФВ. И немецкие партнеры, в общем-то, дали нам оптимистичное понимание, что после этой выборки они нам готовы будут добавить еще такую же сумму. То есть, соответственно, мы сможем удвоить эту программу. Участники международного форума говорят, кроме жилищного, вопросы вызовами для внутренне перемещенных лиц в Украине остаются оформление документов, получение административных услуг и государственных выплат. За последние годы государство упростило доступ к таким услугам для этой категории граждан, в том числе благодаря международному сотрудничеству в рамках проекта Совета Европы. Мы работаем над этим проектом с 2016 года и уже получили результаты. Продолжаем работать над законодательной базой. Наконец, цифровые решения, которые помогают свести воедино всю информацию обо всех внутренне перемещенных лицах и утерянном имуществе, а также открыть таким людям доступ к решению своим проблемам через цифровые сервисы. Еще одна важная часть проекта Совета Европы – усиление роли местной власти в решении проблем внутренне перемещенных лиц. Уроженка Донецкая Анастасия, которая с 2014 года живет в Запорожье, вместе с другими активистами боролась за предоставление избирательного права таким, как она. Они добились своего. Год назад внутренне перемещенные лица смогли голосовать на местных выборах. Было очень важно, чтобы именно местная власть имела возможность предоставлять помощь переселенцам как своим избирателям. В Запорожье мы уже через полгода после выборов создали Совет ВПО, в который входят активисты-переселенцы и представители местной власти. Мы инициировали внесение изменений в программу социальной защиты, которая раньше не включала переселенцев. Чтобы сделать работу эффективнее, в профильном министерстве подготовили стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Он включает многие вещи – образование, социализация, помощь детям. Мы решили, что пришла пора все проекты объединить, и чтобы было четкое стратегическое видение, как это будет делаться государством и завтра, и послезавтра. Проект стратегии уже прошел слушание в правительственном комитете. В ближайшие недели документ может быть принят Кабинетом министров Украины. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым, Новости Украины. Обеспечить бесперебойную работу теплокоммунэнерго и зафиксировать тарифы – это предусматривает меморандум о взаимопонимании, подписанный Кабинетом министров, Нафтогазом и Ассоциацией городов Украины. Документ завизировали на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. О том, какими для украинцев будут цены на коммунальные услуги в нынешнем отопительном сезоне, расскажет Валерий Бакус. Тарифы на газ и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, а для большинства украинцев уже в следующем месяце подешевеет электроэнергия. Об этом напомнили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль на Конгрессе местных и региональных властей. Несмотря на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств и так далее, до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Мы зафиксировали цену на газ благодаря летним продуктам. Такая цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубический метр. С 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1 гривни 44 копеек. Для остальных граждан она останется неизменной. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-часов электроэнергии в месяц, цена останется неизменной. 1 гривна 68 копеек за весь объем потребления. Добиться снижения тарифа удалось благодаря совместной работе Министерства энергетики Украины и государственных поставщиков электроэнергии. Это было сделано за счет того, что мы поменяли так называемую модель ПСО. Это возложение специальных обязательств, которые выполняют на сегодняшний день производители электрической энергии, государственные предприятия «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Эти производители смогут продавать свободно весь производственный объем электрической энергии и самостоятельно формировать свои коммерческие графики продажи электрической энергии. Что же касается тарифов за отопление, то их формируют местные общины. И чтобы они не повышали цены, Кабинет Министров предложил ряд решений. Сегодня их закрепили в меморандуме о взаимопонимании. Правительство предложило увеличить отчисление налога с физических лиц для территориальных общин на почти 4%. Это в целом по Украине должно составить около 11 миллиардов гривен. Также на 2022 год останется и часть акциза от топлива. Она составляет 13,44%. И будет введена для малообеспеченных общин отдельная субвенция, которая позволит предприятиям получить деньги на отопление бюджетной сферы. Кроме того, малообеспеченные семьи в нынешнем отопительном сезоне могут рассчитывать на субсидии. Этот механизм будет работать вне зависимости от того, как сложится нынешний отопительный сезон, сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Средний размер субсидий в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2000 гривен. На сегодня субсидия назначено почти 2,5 миллионам домохозяйств. Значительно сократить затраты на отопление можно путем энергомодернизации жилья. Жители Днепра активно утепляют квартиры, чтобы зимой в них не было холодно. Также в городе стараются сократить теплопотери. Проложили почти 60 километров новых труб, где необходимо обновили изоляцию. Предприятие готово на 99 процентов. Можно приступать запускать тепло. Большинство котельных работают на газу. Поэтому тарифы напрямую зависят от его стоимости. Но в этом отопительном сезоне платить больше населению не придется, уверяют чиновники на местах. Сегодня Е зафиксован. Сегодня есть фиксирована годовая цена на газ для бытовых потребителей и коммунальных предприятий, которая дает нашим жителям уверенность в том, что колебаний не будет ни в одну, ни в другую сторону. К нынешнему отопительному сезону регионы готовы почти на 100 процентов, говорят в правительстве. Запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют почти 19 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы пройти зиму без дефицита. Валерий Бакус, Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Илья Крепак. Новости Украины. Посмертно звание героя Украины сегодня получил историк Илья Левитас. Представление подписал президент Владимир Зеленский. Левитас издал 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Его наработки легли в основу архивов, которые сегодня изучают и дополняют украинские историки. Новости Украины продолжают серию сюжетов о Холокосте. Сегодня о цифровизации уникальных исторических данных и о том, что рассказывают непосредственные участники трагических событий. Когда началась Вторая мировая война, Василию Моисеевичу Назаренко только исполнилось 11. Он, две его сестры и мать с отцом жили в селе Войтовцы Винницкой области. Во второй половине августа 1941 года заходит женщина по стойке смирно. По руках, по швам, без ничего. Те ходили с какими-то узелками, там что-то было. А в этой женщине ничего не было. Ну, то, что еврейская национальность, мы, значит, ну, очевидно, поняли все, вот, переночевать, к ужину, садись с нами. Семья Назаренко решила приютить женщину, хотя знала, что евреев преследуют нацисты. Женщина представилась Этли, а дети стали звать ее тетя Анюта. Позже из еврейского гетто семья Назаренко сумела забрать и 16-летнюю дочь Этли Бетю. Женщин скрывали два с половиной года. После того, как в село вошла Красная армия, Бетя и Этля уехали жить в Винницу. Воржусь мужеством своих родителей. Каждый день ложились спать, как по стрию бритвы или по стрию ножа ходить. Ложимся спать, не знаем, поднимут ли мне, потому что стоят те, кто спасает евреев, их уничтожали, а место, где сравнивали с уровнем земли. Несмотря на расстояние, семьи почти не прекращали общаться. Созванивались, переписывались и обменивались фотографиями. Вот эта тетя Анюта, ее мама, вот она, вот ее муж. Сейчас Бетя с мужем и детьми переехала в Германию, а семья Назаренко получила звание праведников народов мира. Свидетельства тысяч тех, кто спасал евреев во время Второй мировой войны, собирают историки многих стран. В Украине существует проект «Голоса». Это онлайн-архив, в котором собрано почти 60 тысяч интервью со свидетелями тех трагических событий. Остается все меньше свидетелей этой трагедии, трагедии Холокоста в целом, периода оккупации и периода войны. Поэтому мы фактически нашим проектом, скажем так, садимся в последний вагон, когда можем массово провести опрос людей, которые тем или иным образом лично сталкивались и видели то, что тогда происходило. В историко-мемориальном заповеднике Баби Яр хотят создать сайт, где можно будет найти историю любого праведника народов мира по фамилии. В основу проекта лег архив историка и журналиста Ильи Левитаса. Он автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 о трагедии Бабьего Яра. Под его непосредственным руководством был создан фонд «Память Бабьего Яра». Мы знаем, что есть праведники мира, которые признаются Ядвашемом. Их признано в Украине 2600 тысяч человек, если я буду точной. Есть еще праведники Украины, праведники Бабьего Яра. Это люди, которые тоже спасали евреев. Может, их не признал Ядвашем по определенным тем критериям, как они признают. Но по ним есть информация. И действительно сотворили подвиг. Всего праведниками народов мира стали почти 27 тысяч человек. Из них 2573 украинца. И это только доказанные случаи. Историки утверждают, на самом деле, во время Второй мировой войны евреев укрывало намного больше семей. Лариса Зубенко, Валерия Никипелова, Юрий Шульга, Александр Хан. Новости Украины. Настоящее чудо. Так своего приемного сына Алешу называют одесская семья Бельтек. Мечта Дины усыновить ребенка сбылась только в 50 лет. Историю семьи расскажет Анна Городенцева. Так любит мамочку свою, да? Лешка? Да. Лешка, мамин, хороший, сладкий, самый лучший. Уже год четырехлетняя Леша живет в семье. Виктор и Дина встретили друг друга в 50 лет. О том, что станут молодыми родителями, даже не мечтали. Это просто было чудо, когда нам позвонили и сказали, что есть маленький ребенок, который остался без родителей. Своих двух детей Дина вырастила одна. Она хотела стать приемной мамой еще до замужества, но в усыновлении ребенка ей, как матери-одиночке, отказывали. Теперь вместе с супругом радуются приемному сыну. Никогда не забудут, как они впервые увидели своего Алешу. Мы подъехали к поезду. Вышел этот ребенок с служителями опеки. Они подвели нас и говорят, что это твоя мама, а вот это твой папа. И он пришел к нам, папа его взял, и больше никогда не возникло ни одного вопроса. У супругов есть еще и двое подопечных. Девушка Катя и ее сын Адам из приюта для бездомных людей. Там Дина и Виктор работают волонтерами. Предложили мне, мы поехали в больницу, мы можем тебя взять, к себе забрать, чтобы ты могла у нас быть, жить. И вот так вот. Получилось, что мы так и познакомились с ними. Так и живете? Да. Слава Богу. Я очень рада и довольна, что мы живем. Дина и Виктор готовы усыновить еще одного ребенка. Говорят, ради таких моментов стоит жить. Мама. Мамочка родная, да? Да. Анна Городенцева, Арсен Падосян. Новости Украины. Итоги дня мы подведем уже в следующем выпуске новостей. Обязательно дождитесь и тем временем подпишитесь на наши интернет-платформы, на наш телеграм-канал. Все это работает для вас 24 часа в сутки. Берегите себя, свой дом, Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин